МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожарный – не профессия, скорее, это состояние души. Ведь не каждый человек решится ступить на столь опасный и сложный жизненный путь. Пожарный – это герой для родного села или города. Евгений Долгаев – один из тех, кто живет ради спасения людей. В будущем году исполнится 40 лет с тех пор, как он трудится в пожарной службе. Лауреат общественной акции «Народное признание». Начальник пожарно-спасательного отряда номер 40 в Сергиевском районе. Этот человек с большой буквы. И не зря он работает уже сколько лет. Я вот пришел, он уже работал. И если он уйдет, будет тяжело новому человеку после него завладеть таким авторитетом. Заслуги большие? Заслуги огромные. Огромные заслуги. Все, что сделано, все, что часть есть машины – это все его заслуги. Более никого. И ни один вопрос здесь не решится. Вот приедут – его нет. Нет Долгаева. Как Долгаев приедет, все сразу порешает. Один за всех и все за одного. И здесь не может быть иначе. Евгений Петрович осознал это правило много лет назад. И стал для своих коллег настоящим другом. Это многоуважаемый человек в районе. Большое имеет авторитет среди населения. Любую деревню, ее населенную пункцию здесь знают. У каждого, если не проще, так взрослого населения, естественно. Все они знают. Потому что мы ездили по профилактике и проверке пожарного водоснабжения. Все к нам относились с большим удовольствием. За годы работы Евгений Долгаев прошел все ступени службы в пожарной охране. От младшего лейтенанта до полковника внутренней службы. Он принимал участие в крупнейших пожарах Сергиевского района. И до сих пор, невзирая на должность, помогает своим сослуживцам. Самый, конечно, печальный случай для меня – трагедия, когда погибают дети. Я так отношусь к этому. Когда взрослые, в основном, взрослые погибают, так сказать, по своей вине, по пьяни, в смысле, и трезвом состоянии в основном. А вот когда дети погибают, я вот до сих пор содрогаю, слезы наворачиваются. Я их все помню, которые в моей бытности погибли в царстве небесное. Но это трагедия большая. Конечно, сложно работать, тушить сложно. И все-таки своих людей надо спасти. Во-первых, это основная задача каждого руководителя, чтобы они живо-здорово возвращались в семью. Это основная моя задача, очередная, как руководители. К этому я отношусь, наверное, самой серьезностью, строгостью, чтобы они знали технику безопасности, как подойти к пожару, с какой стороны спасти себя. Михеевская, в 29-м районе, в связи. 209-й Михеевская, на связи. Хорошо, вас слышишь, какой у меня? В 202-м. Пожарно-спасательный отряд номер 40 в Сергиевском районе можно назвать одним из самых благоустроенных. И подтверждением этому служит победа в областном конкурсе среди других подразделений. Здесь созданы все условия для оперативной работы. В прошлом году в пожарную часть поступило два новых автомобиля. Мощные, современные. Они просто незаменимы при больших пожарах, особенно вдали от водоемов. Необходимости в них пока не было, но спасатели всегда на чеку, ведь пожар может случиться в любую минуту. Под руководством Евгения Долгавы сейчас трудится 60 человек. Это настоящие профессионалы, всегда готовые прийти на помощь. В любое время, может быть, выезд на пожар или на ДТП, на аварии. Мы уезжаем, тушим, спасаем по возможности, разжимаем, разрезаем машины при ДТП, при сильных. Ну и непосредственно здесь работа в части, сама служба идет, занятия проводим, к соревнованиям, тренировке. Эта работа требует не только физической подготовки. Лишь сильные по духу могут устоять перед страхом и в то же время не потерять сочувствие. Здесь очень сложно и нужно обязательно сработать с каждым пожарным, с водителем. Бывают ситуации на пожаре, там нужно друг другу помогать. И водитель пожарный помогает, и пожарный водителю. Сполоченность должна быть, понимать друг друга, обмана не должно быть. И что всегда находился в боевой готовности и пожарный, и водитель. Ветераны пожарной службы – частые гости здесь. За время работы Евгений Долгаев для них стал настоящим другом. Он заслужил доверие и авторитет среди коллег и жителей Сергиевского района. Как жили в древние времена без электричества и современных технологий? Тем, кто родился в 21 веке, это трудно понять. И только на уроках истории ребята могут окунуться в атмосферу древности и узнать больше о наших предках. На уроках истории мне нравится то, что ты узнаешь очень много о том, как жили твои предки, именно в нашей жизни, когда появились уже айпады, айфоны, как они без этого обходились. Своими каменными топорами жили они в пещерах. Древние люди жили только в теплых краях, потому что если бы был холодный климат, они бы умирали. Они не умели строить дома. Знакомит ребят с удивительным миром истории учитель богатовской школы Юлиана Зубарева. Применяя на уроках современные технологии, она рассказывает об эпохе древности. Учитель истории и общества знания Юлиана Зубарева 25 лет работает с детьми и привлекает их к участию в олимпиадах и конкурсах. Она очень ответственно подходит к подготовке к урокам. Она старается делать этот урок интересный, и ее предмет, он один из самых любимых у наших учеников. И в подтверждение вот этой серьезности ее работы, можно сказать о некоторых вещах, которые недавно были, но такие, как у нее был и Стубальник, ее ученик. Она у нас обладатель президентского гранта в 2007 году, это 100 тысяч, она участвовала в конкурсе. И она у нас почетный работник образования. В прошлом – одноклассники, теперь – коллеги. Директор школы Алексей Гуров знает этого учителя со школьной скамьи. Они когда-то сами сидели за партами богатовской школы, а теперь здесь работают. Это уже давняя традиция – принимать в ряды коллектива своих выпускников. И в то же время большая честь и ответственность за тех, кого воспитали. Меня здесь учили, я думаю, самые хорошие учителя, которые привили уважение к учительской профессии, что этот труд колоссально тяжелый, и поэтому я продолжаю их дело. Важно то, что повлияли на выбор моей профессии мой классный руководитель, Гурова Лидия Алексеевна. Она была учителем истории, тогда обществоведения, и она, в общем-то, повлияла на выбор моей профессии. Ну и мне самой еще очень нравилась история. Но вы не пожалеете, что все-таки? Нет, я не пожалела. Даже вот мой выбор, можно сказать, так продолжила моя племянница. Она сейчас учится в государственном университете, уже четвертый курс на факультете истории. Лучший пример – это личный пример. Юлиана Зубарева всегда участвует в конкурсах, научных конференциях, дает знания детям и сама каждый день познает что-то новое. Для этих ребят она классный руководитель. В будущем году ей предстоит проводить их во взрослую жизнь. За годы учебы Юлиана Зубарева стала для них настоящим другом. Очень часто мы плохо себя ведем, иногда у нас бывают ошибки. И самое главное, что она всегда нас принимает такими, какие мы есть. И несмотря на все наши поступки, очень иногда плохие поступки, она нас продолжает любить своих родных. Что нам особо в ней нравится. Ну и вот как девочкам. Всегда хочется, чтобы учительница была не только учительницей, которая наставляет, которая дает советы, к которой всегда можно обратиться за помощью, но она еще и подружка для нас. Она и мама, и подружка, и учительница. И все это за счет того, что она очень добрая, очень чуткая, очень заботливая. Она родилась в Богатовском районе, окончила школу, получила высшее образование в Куйбышевском педагогическом институте и вернулась сюда, на малую родину. Юлиана Зубарева – уважаемый учитель. Ее знают и любят в Богатовском районе. В прошлом году коллеги и друзья выдвинули этого учителя на участие в ежегодной акции «Народное признание» в знак благодарности за ее труд и любовь к профессии. Она, в общем, это очень творческий человек, ответственно очень подходит. Если поручили что-то ей или детям в классе, то, естественно, готовят по-настоящему, от начала до конца. И в творчестве она их вовлекает, чтобы они, так скажем, дружба в классе была. Сплоченный такой коллектив, она этому способствует. И сама хороший товарищ, отзывчивый. Самые интересные уроки. Такую номинацию присвоили выпускники школы Юлиане Зубаревой. На каждом уроке она удивляет своих учеников. И в запасе у нее еще много идей, готовых к воплощению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова